Привет, друзья! Продолжаем наши монологи о нахлости и вторая серия про Микижу и Стилхеда. Михаил Скопец. Михаил, привет! Всем привет! Добрый! Всем привет! Продолжаем! Вторая часть, вторая форма, вторая ипостась Микижи — это Стилхед. Почему так получилось? Почему другое название? Почему другой, в общем-то, размер? Все другое. Что с ним не так? Дело в том, что эту рыбу открывали, так сказать, несколько раз. На Камчатке ее назвали пенжинская семга, потому что Охотское море, когда было пенжинское, когда еще только первые казаки пришли на Камчатку. Конец 17 века, начало 18-го. Они увидели рыбу, которая знающим людям напомнила атлантическую семгу. То есть они не считали ее семгой, а им просто напомнила. То есть, может быть, некоторое время... Она напомнила. Ну, по крайней мере, ее назвали пенжинская или камчатская семга от того, что это было... Ну, Пенжинское море все-таки считалось Охотское. То есть все-таки они поняли, что она ближе к семге и действительно совершенно справедлива, чем к тихокетянским лососям, которых они действительно не похожи на рыбу. Вот. Ее совершенно справедливо посчитали более близкой к атлантическому лососию. Назвали пенжинской осемы. И ее считали совершенно отличной рыбой от мекижи. Мекижу знали. Мекизба, этот самый, на языке аборигенов Камчатки, тальменов. Мекиз. Это, кстати, слово вошло в научное название. Латинское название, оно так и есть. Латинское название этой рыбы, она микиз или майкис, как читать. То есть это именно из языка аборигенов Камчатки. Но семгу и мекижу считали совершенно разными рыбами. То же самое в Северной Америке. Там был отдельно описан вот этот самый стальноголовый лосось и отдельно описана радужная форель. И только уже в 20 веке выяснилось, что все эти четыре рыбы – это единый вид, который образует две формы – жилую и проходную. А так как камчатская рыба была описана раньше, чем североамериканская, то приоритет биологической номенклатуры диктует, что ее назвать надо именно по первому названию майкис или микиз. Мекижа. Ну то есть их не смущило то, что она такая радужная становится после того, как находится в воде и в общем-то становится похожа на… То есть долгое время считалось разными видами. Дело в том, что никто же всерьез рыб тогда не изучал. Впервые по камчатской семге, например, начали работать, это где-то уже с 60-х годов 20 века были экспедиции Московского университета, когда впервые ее начали изучать. И в общем-то люди с ней сталкивались только на устьях рек, где она попадала в сети. Ее, конечно, ели с удовольствием, потому что рыба была, конечно, вкусная. Но изучением долго не занимались. И достаточно не так давно уже поняли, что это единая популяция с жилыми форелями во многих случаях. Например, вот… Да, и происхождение, вернее, причина, почему возникает именно вот эта проходная форма, она наиболее многочисленна в малокормных реках. То есть, чем меньше размер водотока и чем хуже там с кормом для мекижи, тем больше у нее появляется тенденция к уходу в соленую воду. И то же самое проявляется, об этом уже говорили, у кумжи и радужной форели в селенных реках Патагонии. Если река имеет достаточно корма, там этого не происходит. Но, например, в реке Санта-Крус, которая мутная из-за ледников, и для форели там очень-очень плохо с кормом. Там образовалось совершенно роскошное стадо стальноголового лосоцитета. Это единственная причина выхода. Вот немножко к Иреалу, если камчатские западные реки есть стилхэт, а в восточных как бы нет. По-востоку трудно сказать, очень сложно. Вот я говорил уже, что, например, непонятно, почему стальноголовый лосось в Америке распространен очень широко, примерно так же, как и жилая форель радужная. А на Камчатке ареал радужной форели гораздо больше, чем ареал стальноголового лосоцитета, распространения. То есть стальноголовый лосось – это какая-то часть рек западной Камчатки. Примерно от Тегеля или от Паланы до Усть-Большерецка. Все. Она только на западе. На востоке, в бассейне реки Камчатки и в Жупаново, где есть очень крупная форель до 8 килограммов, там вроде бы доказано, что это жилая рыба, которая может выходить в солноватую воду. Но это не настоящий стилхед. То есть полный год в море она не проводит. Она только выходит на лето, как галец. Говорят, что в реке Ука есть семга. Но это только говорят. Никто туда из ученых не добрался всерьез, там не посидел, не поработал. Не знаю. Но еще есть разница между американским и камчатским стилхедом не только в том, что российский стилхед на западном побережье, в Охотском море, но и то, что заходов у американского лосося, как у семги, чуть ли не круглый год заходит. Есть разные заходы, немножко разные формы даже и размеры. А в Камчатском заход один или вот поправь, сколько? Влияние климата. Дело в том, что лососи, вообще лососевые рыбы, не могут жить в морской воде при температуре ниже плюс одного градуса. Морская вода может переохлаждаться до минус двух. Там прекрасно живут камбалы, корюшки, другие морские рыбы. А вот лососевые, даже при плюс одном, им уже очень плохо. Они не могут. Почему? Из Охотского моря вся лососевая рыба на зиму уходит. Потому что Охотское море очень холодное. То есть или за Курилы в Тихий океан, где теплее, или в реки на зимовку, как гольцы и как камчатская сон. И поэтому, соответственно, да, в реках Северной Америки относительно теплый Тихий океан и, например, в реке вблизи Сиэтла какой-нибудь лосось, ну в том числе и стилхэт, могут заходить в реки в любой месяц года. Там масса форм стальноголового лосоя, вернее, разных лососей. Она шире, чем на Камчатке. Ну, например, там есть весенняя чавыча и осенняя чавыча. А у нас только лень. И также точно стальноголовый лосось образует разные формы. Летний, который, например, заходит летом, осенью, зимует и не рестится. Зимний, который заходит там с декабря по февраль, в марте не рестится, там снова скатывается море. Есть озимые рыбы, которые очень рано могут заходить, даже в середине лета. И почти полный год проводят в пресной воде и так далее. То есть, а заходы возможны практически в любой месяц года. То есть, ты считаешь, это причина... Это причина того, что в Охотском море температура воды. То есть, Охотское море, лосось может быть только летом и осенью. Весной и зимой там слишком холодно. То есть, рыбы вынуждены или уходить за Курилы, или заходить в реки для зимовки. Теоретически могли бы и южнее спуститься Сахалин там и так далее. Ну, там тоже холодно, в Охотском море. Потому что туда по большой циркуляции выносит... Та часть моря даже холоднее, чем в районе Камчатки. В районе Камчатки Охотское море теплее. Там циркуляция идет, как везде циклоническая циркуляция, против часовой стрелки в северном полушарии. И в воде, и в воздухе. Все циклоны повернуты в нашем полушарии, против часовой стрелки. Интересно. Поэтому в Охотском море западная часть, она холоднее восточной. О самой рыбе тогда еще расскажи, пожалуйста. О самой рыбе. Ну, вот и руль. Стальноголовый лосось. Стальноголовый лосось. Почему его так назвали? Steelhead Salmon или Steelhead по-английски, и стальноголовый лосось по-русски. Два варианта, о которых тоже люди спорят. Или это серо-стальной цвет головы, или же эта голова гораздо прочнее, чем у тихоокеанских лососей. То есть, когда попадала она в разделку, в отличие от кончевычи, стальноголового лосося так просто не разрежешь. Там кости довольно солидные. Рыба более примитивная. Меньше хряща, больше костей. Значит, стальноголовый лосось. Чем он вообще интересен? Это чрезвычайно интересная рыба с точки зрения спорта. То есть, в России его знают мало. Но в Северной Америке, особенно на Западе, а также в бассейне Великых озер, где он акклиматизирован очень успешно, это рыба, которая, ну скажем, фанаты там не менее заядлые, чем, например, любители ловли атлантического лососа. То есть, есть люди, которые всю свою жизнь посвящают именно этому. И на другую рыбу смотрят. То есть, действительно, это сложная рыбалка. Численность ее во многих случаях, этой рыбы во многих случаях низкая, во многих реках. Как и везде, она пострадала и от гидростроительства, и от загрязнения, и от вырубки лесов, и от вылова, и так далее. То есть, нередко бывало, что американец, поймавший у нас на Камчатке семгу, вот, в проекте, о котором я расскажу, он говорил, что это мой первый стилхед, я очень рад сейчас, как-то что-то начинаю понимать. То есть, мы не ценим, у нас еще есть реки, где достаточно много этой рыбы. А люди готовы ехать через Тихий океан, пересекать и платить солидные деньги, для того, чтобы ее поймать и отпустить. Значит, это красная книга. Камчатская семга находится в красной книге, вторая категория, то есть вид с небольшой численностью, с сокращающейся численностью. Строжайше запрещен вылов, если поймаешь, надо отпускать. Периодически проводятся научные работы, и под эти научные работы выдают специальное разрешение, поймал, отпустил с помощью удочки. Мушка, крючок безбородки. Вот. И есть возможность, значит, эту рыбу измерить, взять у нее одну-две чешуйки, там, для определения возраста. Очень маленький кусочек плавника отрезается, для того, чтобы заниматься генетикой. И потом рыба отпускается. Такого рода проекты у нас, проект называется Камчатский стальноголовый лосось, вот, или Камчатская семга проект, он идет совместно между несколькими организациями Соединенных Штатов, Московским госуниверситетом, вот. И он проводится с 94-го года. То есть, любой легальный вылов стальноголового лосось на Камчатке, семги камчатской, это может быть только через вот такого рода разрешение. Такого рода разрешение. И, в общем-то, эти работы имели успех, потому что достаточно много, удалось собрать очень хороший материал, потому что рыба при этом выпускается, ее не раз и не два ловили повторно, была программа мечения. Получены совершенно уникальные даны. Ну, например, найден экземпляр стальноголового лосося, который нерестился шесть раз и пришел на седьмой нерест. У атлантического лосося такого сейчас не бывает. В каком состоянии сейчас популяция атлантического лосося? Огромная редкость, когда рыба приходит на второй-третий нерест. То есть, по второму нересту на Кольском полуострове рыбы в некоторых реках есть единицы процентов повторно нерестующих. Буквально единицы процентов. Один, два, три процента. Третий нерест – это, в общем, большущая редкость. Единичная. То есть, фактически, семга на Кольском полуострове она себя ведет как горбуша. То есть, после первого нереста практически гибнет. Если даже скатывается в море, вероятно, ее и в море вылавливают достаточно сильно. То есть, до второго нереста доживают буквально там несколько процентов рыбы. Что совершенно неправильно. Семга может нереститься несколько раз. А вот стальноголовый, видите, до семи раз нерестился. Это значит, что реки некоторые, по крайней мере, в достаточно хорошем состоянии. Вот как примерно должна выглядеть реально популяция лососей. Какого размера был тот стальноголовый лосось, который нерестился? Я не помню про конкретно ту рыбу, но, в принципе, на Камчатке средняя длина примерно 81 сантиметр, средняя масса порядка 7 килограмм. Значит, самая мелкая рыба, которую я видел, была самка весом 4 килограмма. То есть, семгу на Камчатке можно еще отличить от жилой форели, которая вышла в море на раз и возвращается по размерам, по весу. Жилая, самая большая радужная форель, прибрежная, которую мы ловили, где-то 2,5 килограмма. А семга 4. Вот максимально я сам ловил до 12 килограммов. Говорят, бывает до 18. Но, по крайней мере, за 10 килограммов рыбы не такая уж и ловилась. То есть, порядка метров в длину и весом 12 килограммов. Это было. В последнее время мы ловим микижу 3,600-3,700 в быстрой. Особенно в период в сентябре, когда у нее из пасти аж вываливается икра других лососевых. Такая рыба может форель такого размера может нормально найти себе корм только там, где есть их пианские лососи. Ну, или есть там ход какой-нибудь рыбы достаточно многочисленной как какие-нибудь сельди или порюшки, как в Великых Озерах. То есть, должен быть какой-то источник доступного корма. Иначе форель более чем 2 килограмма в реках она, в общем-то, не живет. Да. Скажи, пожалуйста, заход все-таки на Камчатку. Давай вот обозначим, когда заходит, когда нерестится, когда уходит, как скатывается. В общем, семга, камчатская семга, у нее жизненный цикл примерно такой. От двух до четырех лет в пресной воде как маленькая форелька. Есть фотографии, значит, она именно выглядит как небольшая микифа. Есть реки, где она ловится в таких больших количествах. Конечно, такую рыбу надо отпускать, потому что ты никогда не знаешь, что там микижи или сон. Разумеется. Вот. Потом она начинает выходить в море. Первый выход это всегда минимум на год. Как правило, на два или три полных года. Вот после этого, когда она вернулась в пресную воду. Значит, а заход с конца августа по ноябрь. Как долго она идет подо льдом, мы не знаем, потому что, в общем, никто не работал. Зимой никто по семге не работает. Значит, она зимует в реках, в основном низовьях рек. Заходит, да, что интересно, семга заходит исключительно в реки определенного типа. Тундрово-болотные реки с красной водой. Медленные с красной водой. На Камчатке. Если, например, на Аляске, южнее в Канаде, в Соединенных Штатах, семга заходит в реки самого разного типа, в том числе горные реки с прозрачной голубой водой, то на Камчатке исключительно в Тундрово-болотные реки. Почему, никто не знает. Похоже, она по каким-то причинам прошла бутылочная горлышка эволюции и экологически она почему-то привязана к этим рекам. То есть, можно семгу ожидать или в реках типа, например, там Квачины, в которой темная, красноватая вода, или же в низовых притоках больших рек, в которых, например, чистая прозрачная вода голубая. Вот река большая, например, семги там нет, но в низовьях есть река Каночево, в которой она запутала. Красноводная Тундровая река, типичная река для семги. И точно так же, например, в притоках Тегеля она есть только в Напоне, где такая вот болотная река. А в верховье Тегеля, где прекрасно живет Микижа, и вроде бы, скажем, прекрасная река для американского стилхеда была бы. Тегель со своими притоками и так далее. Нет и вот семги там нет. Исключительно Тундрово-болотные реки с медленным течением. Почему никто не знает? Это тоже загадка. В общем, загадок очень много. Зимует подо льдом и скатывает обратно. В мае вместе с Микижей, да, как Микижа. Это примерно в период паводка. В основном заходят в небольшие ручьи, такие речки, небольшие ручьи. Дерес, как обычно у всех лососевых, строит гнезда на галичном грунте, копает яму, окладывает икру. Потом она, значит, да, при этом она приобретает яркую окраску, красно-черноватую, такую, как огромная Микижа. В общем, семга, она выглядит просто как большая Микижа. И тут же скатывается. Она питается в этот период? Во время нереста нет, но скатившись, она питается очень активно. И, как правило, камчатская семга нагуливается после первого нереста только летом. В конце мая в июне скатилась, в сентябре, в октябре уже пришла обратно. Она уже начинает вести себя как голец. Первый выход дорасти до хороших размеров это год, обычно два или три, а потом она начинает выходить всего-то на все, на лето. Ей вполне хватает. Охотское море настолько кормное, что она там набивается колюшкой, селедкой, другой рыбой и возвращается черная, как сапог, рыба длинная, а возвращается толстая, упитанная, которой хватает жира для того, чтобы спокойно перезимовать, отметать икру и снова уйти в море. Я говорил, до семи нереста такая вот рыба. То есть, это мы нашли рыбу с семью нерестами, возможно, и больше. Возможно, в этом и отличие от семги, что семги одного года, как правило, мало, да, при повторном заходе. Камчатская семга с одним морским годом, ее действительно, я даже не помню, была она у семи, нет, я просто не помню на память, но чаще всего два-три морских года у нее первая миграция морская. Причем, они уходят до середины Тихого океана, это неприбрежная рыба, и вроде как смешиваются с американскими рыбами, то есть, посреди Тихого океана подобно китей и горбушей, они там где-то ходят, а потом уже знают, куда им идти, навигация работает, возвращаются обратно. Ну и, соответственно, в море, в Охотском море вылова и коммерческого никакого не существует? Ну, поскольку все время я не очень в курсе, как сейчас, но периодами разрешали дрифтерный лов, периодами запрещали, если есть дрифтерный лов, конечно, вылов есть. Но по ней, а этой рыбы, краснокнижная рыба, о ней, конечно, никто сообщать не будет, потому что запретят ловить. Вот. Она, конечно же, дрифтерами улавливается, ничего тут не сделается. Ну, понятно. По рыбалке, по снастям, по приманкам. По рыбалке, значит, во-первых, никакой нет разницы, нет большой, скажем, разницы между стальноголовым лососем и семгой атлантической. Если человек уже освоился с одним из этих видов, вторую он будет ловить спокойно, совершенно и без больших проблем. По крайней мере, я, когда уже впервые приехал на Кольский полуостров, при наличии опыта по стальноголовому лососю, ну, я там примерно порядка сотни рыб, наверное, поймал, вот, семгу оказалось ловить даже проще. Проще почему? Стальноголовый лосось, камчатский именно, он почти не поднимается на поверхности. У нас удавалось его поймать иногда на сухую муху, не всем рыбакам, а только самым опытным, и только в начале хода, в сентябре, до октября. Уже в октябре она вообще не смотрит наверх. Ну, примерно как атлантический лосось день там в июне раннего хода, когда много воды и надо его заглублять мухи, как-то поглубже ловить и так далее, весной, в начале лета. Вот. А на Камчатке в октябре мы ловим в основном, конечно, с тонущими подлесками и иногда с полностью тонущим шнуром, особенно если павлик. То есть, в отличие от мики же мышь не применяется? Мыш никогда не пробовали, небольшие бороздящие мухи применяются, но я говорю, в сентябре. Пока мы можем, скажем так, в тот период, в сентябре, пока мы можем ловить на плавающие шнуры, то есть рассчитываем, что она поднимется, там возьмет стример на полуметре от поверхности, она в это же время может взять и верховую муху. Хотя в целом это, в общем, нетипично. Скажем, уловистость верховой мухи намного ниже, чем у стримера. А позже мы начинаем все глубже-глубже заглублять муху. Это напоминает, в общем и в целом, ловля ковчатской семги очень похоже на ловлю, на раннюю ловлю атлантического лососта. Ловля напоминает достаточно крупные мухи. Поведение, трудно сказать, мухи типичные, в общем-то, или, в общем, работают мухи, которые мы используем, для семги, работают. Цвета обычные лососевые, черный, оранжевый, фиолетовый. Вот. В общем, ничего такого особенного нет. Она ловится. Если, например, пробовали просто на волейбагере, нормально совершенно она ловится. Единственная разница, семга, только что зашедшая из моря, и семга, которая постояла месяц-полтора в пресной воде, это большая разница. Значит, я это называю так, лосось становится форелью. То есть, это наблюдается вообще у всех лососевых рыб. зашедший из моря серебристый лосось, свежий, он себя ведет именно как лосось. Он только что был в океане, он гонялся за подвижной мелкой добычей, вот, он привык жить в толще воды, и он себя ведет именно как лосось. Зайдя в море, из моря в реку, стальноголовый лосось, например, семга, встает на перекатах открытых, она не боится открытых мест, вот, и ловится в основном на имитации ракообразных, на маленьких кальмарчиков, на маленьких, значит, креветок среднего размера и так далее. На стримеры может попадаться. Тот же самый лосось, та же семга, или атлантический лосось, или чавыча, или кижуч, постоявший в пресной воде месяц, то есть, полошавший и уже опреснившийся, у него просыпается, судя по всему, память предков, с одной стороны, а во-вторых, память детства. То есть, рыба себя воспринимает, вспоминает реку и воспринимает себя как форель. То есть, именно поэтому начинает ловиться на приманки, которые передвигаются с этим, со стрипом, ловится на имитации, значит, всяких, на нимфы, имитации каких-то рачков, на эти все вули-баггеры. И семга тоже ведь меняет самые повадки. Например, ловится начинает на сухую мушку, постоявшая семга, на нимфы начинает клевать. Кита ловится на нимфы, лошалая, очень хорошо. Почему? А потому что кита, когда она еще была вот таким вот малечком, она хватала дрифт, хватала всплывающие по течению беспозвоночные. И, соответственно, кита прекрасно ловится на нимфы. На нимфовую снасть. Поэтому очень часто наказывают рыбаков, которые пытаются в реке, где есть кита, ловить хариус. Я сам вытащил две киты на нимфы в реке Тугуру несколько лет назад. То есть, лосось становится форелью. Если вы ловите лососевую рыбу, которая уже посидела в пресной воде, надо о ней думать, как о большой форели. То есть, например, семга или стальноголовый лосось, если он уже, значит, в реке долго, надо смотреть, вот где бы встала большая мекижа, большая радужная форель. Значит, это ямы, это коряжник, относительно тихое течение, где-то заход в большую там протоку, в старицу и так далее. А семга встает на перекатах, на течении, у нее стремление идти на открытых местах, а это будет прятаться под кустами и так далее. и мушки ей подают или, значит, мышь, какая-нибудь верховая бороздящая мушка, или же надо заглублять и что-то такое яркое, стрипать, дергать, то есть, дразнить. И она, в принципе, начинает, может кормиться, семга тоже, и начинает, и, по крайней мере, имитировать поведение или своих предков, которые были пресноводными рыбами, или самой себя до ската в море. Ну и снасть соответственно двуручника. Снасть на стальноголового лосося, значит, в основном это, конечно, двуручник или свитч, потому что часто нужен далекий заброс. 7-8, 8-9. Да, 7-8, даже и девятка. Как правило, это тонущие шнуры. Ну, на маленьких реках, типа Снатол-Ваям или Квачино, там мы использовали пятерку одноручник, и можно бы, удавалось поймать очень хорошую рыбу. Поводок, конечно, нужен солидный, а рыбу удавалось поймать очень крупную, там, где не нужно кидать далеко. Солидный поводок, что ты имеешь в виду, в смысле толщины? Хотя бы 15-фунтовый я использовал. Хотя бы 15-фунтовый. 10 фунтов, пожалуй, слабовато, в основном его хватит, но, значит, вообще камчатская семга, она немножко, скажем так, послабее американского стилхеда. Почему? Потому что стилхед идет в некоторые реки совершенно бешеные с водопадами. Там река Томпсон такая, река Дин в Канаде. То есть, там, конечно, семга чрезвычайно сильная. Мне приходилось ее ловить в реке Сок, в реке Скеджит. Семга сильнее, чем на Камчатке, в среднем. Ну и на Камчатке попадаются особи совершенно бешеные. То есть, у меня один из клиентов потерял все, что у него было на катушке. То есть, она размотала 200 метров бекинга, оборвала бекинг и ушла. Что там было, мы не знаем, но это не Чавыча, потому что на Камчатке в октябре Чавыча не ловится, она там уже вся погибла. На Камчатке Чавыча только летняя. Значит, это была семга. Но она там до 18 килограммов, говорят, бывает. Такая-то большая семга, которая не понравилась, как ее встретили, она просто решила, я ухожу обратно от вас в море. У меня были рыбы, которые давали броски метров по 100 сходу на западной Камчатке. То есть, в общем, нужна солидная снасть. С какой вы поедете на Кольский, с такой можно ехать на Камчатке. Или вы поедете на Чавычу. В общем, лучше не слабее снасть. Хотя во многих случаях на небольших тундовых речках можно обойтись гораздо более легкой удочкой. Особенно в тундре, где можно спокойно следовать по берегу. Там нет леса, нет. Можно, то есть, да, можно использовать более легкую удочку. Но поводок должен быть солидным. Рыбу мы выпускаем, значит, замучивать ее до смерти нельзя. Надо все-таки достаточно солидно нажимать ее, выводить. А так рыба прекрасная. Она прыгает. Не очень часто, но она прыгает. Вот. Рыба чрезвычайно сильная. Можно погуглить, есть масса американских, канадских видов. Там это, там есть реки совершенно великолепные. и набираете все это. По великим озерам, по великим озерам, по массе рек, из которых вот эта самая проходная радужная форель сейчас из великих озер заходит в притоке на нересте. Ее там во всю ловят. Да. Да. там еще ловят на нимфу, нимфовая ловля. Но нимфовая ловля, она специфическая. Надо очень хорошо найти стоянку. Вот если ты нашел стоянку, понял, в каком месте она стоит, на нимфу ее поймать, пожалуй, даже легче. А на Камчатке, как правило, стоянки не очень считаются. Речки такие плоские, тундровые. И приходится просто под перекатами. И там, конечно, ловишь именно на этот самый спуск мухи по дуге, как мы это делаем по семге. Ты именно такой удочкой следуешь за мухой, немножко даешь ей идти по дуге, а немножко спускаешь вниз. И вот такой, в общем, масса всего параллелей с ловлей атлантического лосося. Поэтому научишь ловить одну, другую рыбу поймаете. Хотя на нимфу у нас не очень ловят и атлантическую семгу. Я очень люблю такую нимфовую ловлю. Она считается у нас неблагородной. Ну, это она специфическая. И опять же, нимфой обловить солидный плес невозможно. Времени. Конечно. То есть плес, если так, вот если ты увидел стоянку, точно знаешь, что она стоит, да ее можно поймать на нимфу. Это узкие глубокие места, заброс upstream, 2-3-5 грамм нимфа тяжелая, очень, на лососем крючке. Естественно, это специальная нимфа, это необычная. Конечно. Сейчас чавычу ловят на нимфу. Некоторые умельцы, именно приезжающие с европейской части России, начали на Камчатке камчатскую чавычу ловить на нимфу. Учитывая, что она идет во время паводка, это, конечно, высший класс. Нимфа развивается, это отдельная тема. Но нимфу вовсю ловят сему на Сахалине. В основном это нимфа и в основном, правда, спиннинг. На хлыстовиков там немного, хотя есть, а спиннингисты поняли, как и на Кольском полуострове, что как только упала вода, на муху ловится лучше, чем на любой и все переходят на бомбарды. И на Сахалине такая же картина. Хорошо, рыба прекрасная, но не надо ожидать, если вы впервые едете на Камчатку, что вам попадется камчатская семга, потому что это и другие реки достаточно труднодоступные, и другое время. В это время не ездят, как правило, уже... Это часто глубокая осень, когда очень уже холодно. Пежок уже может быть. Белые мухи, да, белые мухи. У нас, например, один сезон почти выпал. Почему? Вместо 25 октября шуга на реке Утхалат пошла 11-го. На две недели раньше вдарили морозы и пошла шуга. И 10 дней из 12 группа просидела в палатках. Так что это еще та еще история. Да, последние два дня правда поймали. Вода потеплела, стала оттепель, поймали. Но в общем это, конечно, лотерея. Ничего не сделаешь. Ложа для лосося всегда лотерея. Интересный рассказ. Спасибо большое тебе, Михаил, за этот рассказ, за это видео. Друзья, вы задавайте вопросы по камчатской семге. Возможно, что-то у вас осталось неясным из нашего рассказа. Мы же продолжим в следующий раз с форелью. Да, мы так запланировали. Форели много всяких. Это и кольские, и европейские, и балканские, и американские разновидности. Ну, а потом, я думаю, про гольца, да, Михаил, расскажем. Это тоже огромная тема, большая. О гольцов надо будет поговорить. Гольцы, это интересно. Может быть, по пару тем. Хорошо, друзья, спасибо вам, что смотрите. Михаил, спасибо, что рассказываешь. Всем пока, увидимся. Всего доброго. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok